алиса выключи весь свет всем здравствуйте меня зовут кирилл и без лишних предисловий хочу показать вам проект дома который уже построен и обжит мои ссылки в описании под этим видео а я начинаю с габионов габиона это по сути набитые камнями сетки тут есть некоторые нюансы монтажа например вот такие сквозные стяжки но даже если вы как умеете как вы понимаете это сделаете уже результат будет неплохой вопрос только в долговечности дом отделан лиственничным планкеном и металлическими клик фальцевыми панелями при выборе клик фальца обратите внимание на его покрытие тут это полиэстер под сатин если выбрать гладкое покрытие то гораздо заметнее как она пузырится и это выглядит как целлюлит точный фасад штукатурен силиконовой камешковой штукатуркой вот такая на приближайшем рассмотрении этот вариант отделки можно называть самым простым базовым вариантом отделки издали кажется что это просто серая стена в этой части дома нет водосточного желоба но при такой отделке фасада он и не нужен тут вдоль всей стены идет водосборный лоток вода собирается и уходит в подземную ливневку там она переходит в дренажный колодец и оттуда уже утекает далеко прочь в одном скате гостиной и вот на этой пристройке желоб имеется далее вода по трубам утекает в ту же самую подземную ливневку самое большое окно в доме на грани возможностей пвх профиля будь она чуть-чуть побольше пришлось бы использовать алюминиевый профиль который гораздо дороже тут у нас сделана запасная дверь чтобы выбегать из парной в снег отсюда дом может выглядеть даже странно но с этого ракурса на него никто не смотрит даже соседи основная сторона восприятия дома здесь именно отсюда воспринимается его эффектный силуэт и не видны вот те две пристройки которые добавляют трущобности с некоторых ракурсов по с этой стороны облик дома совсем непривычный но надо понимать что это северная сторона тут сосед прямо вплотную к забору что-то строит поэтому единственное окно которое тут сделано нужно чисто для освещения лестницы вот это окно я показывал с улицы она нужна только для того чтобы эту лестницу осветить вот этот столбик уличная розетка в зоне барбекю это актуально дома идет дренаж как по углам стоят такие колодцы сейчас на улице плюс 2 давайте посмотрим сколько там воды я несколько раз заглядывал на протяжении зимы оттепелей осенью вода никогда не накапливается возможно из-за того что дом построен на искусственном возвышении я начинаю проектирование домов с интерьера сейчас я вам покажу вокруг какого внутреннего пространства получилась та архитектурная оболочка которую вы сейчас видели если приехать сюда вчетвером можно удобно зайти отряхнуть снег вот тут сесть разуться на эту полку можно бросить шапку и повесить куртку в этот более чем метровый шкаф заказчик мне недавно сказал важно не только то куда ты входишь но и куда ты выходишь на этот случай прямо напротив входа мы посадили эту чудесную сосну сосны недорогие и очень эффектные не забывайте только про подсветку акцентных деревьев тут мы поставили вот такой грунтовый светильник кухня небольшая и нормальный холодильник бы тут просто не поместился а так вот он рядом зашел такой с продуктами разгрузился взял что нужно принес на рабочую зону приготовил вкусный обед но если вы считаете что холодильник должен быть непосредственно на кухне напишите в комментариях давайте проголосуем быстренько пробегусь покажу вот эта витрина открывается с двух сторон потому что так удобнее внизу выдвижной ящик это посудомойка тут мойка модуль на 50 сантиметров под ней фильтр еще один щиток искусственный камень 2 сантиметра толщиной вот это профиль гола мой взгляд для современного дизайна это самый удобный вариант открывания цепляемся и открываем широченный ящик здесь ящик номер два и самый нижний глубокий для всяких там кастрюль терок даже чайник 5 литровый в лес это фальш фасад верхние фасады открываются снизу вверх где-то витрина просто распашная общая длина кухонного гарнитура без холодильника около трех метров на мой взгляд это оптимум для среднеразмерной семьи если только вы конечно не яростная домохозяйка и вам нужно прямо много всего хранить гарнитуре алиса включи фартук вуаля в этом проекте кухня столовая и гостиная объединены в одно большое пространство тут у нас коньки почти 6 метров когда такая конфигурация можно особо не заморачиваться по отделочным материалом тут почти все покрашено в белый цвет добавляешь пару акцентов в нашем случае этого картина отделка печи и трубник и вуаля пространство становится очень эффектным само по себе алиса закрой штору в гостиной алиса включи гирлянду вы заметили что раз закрывает только нижнюю часть окна это потому что она нужна только для приватности чтобы в темное время суток можно было находиться неглиже вот тут гостиной а солнце который попадает в верхнюю часть окна никому не мешает потому что в гостиной никто и не спит это мой любимый телевизор samsung frame и хоть он тут и 65 дюймов он все равно не соразмерен такому большому пространству гостиной поэтому мы его повесили на панель которая с одной стороны его зрительно расширяет делает акцентным а с другой стороны тут приспособились некоторые полезные для гостиной слаботочное устройство которые важны но не видны глазу отопление первого этажа это только водяной теплый пол никаких радиаторов тут нет есть вот этот конвектор у панорамного окна он включался за зиму пару раз когда на улице было минус 15 минус 18 остальное же время справлялся теплый пол причем справлялся сразу на оба этажа если внизу было плюс 23 24 то на втором этаже не включая там дополнительное отопление было 19 18 20 в зависимости от погоды на втором этаже две гостевые комнаты они отапливаются радиаторами сейчас отопление второго этажа выключена но тем не менее в этой комнате 19 и 47 процентов влажности эти вам быстренько покажу как выглядит комната номер один а эта комната номер два здесь тоже плюс 19 это при том что выключено отопление если его включить тут можно разогнать в те же 23 спокойно градуса многие считают что отопление электричеством это дорого и если вы строите дом из двушечки то на отопление электричеством вам наверное придется брать ипотеку а я вам показал энергоэффективный дом тут примерные зимние теплопотери всего 20 ватт на метр у меня пока нет подготовленной презентации с пруфами счетами от эмос энергосбыта но я утверждаю что после подключения двухтарифного режима учета сельского тарифа и финишной наладки котла отопление электричеством холодную зиму выйдет меньше десяти тысяч рублей при общей площади дома 135 квадратных метров еще на втором этаже ванная комната с окном с видом на противоположный берег реки из удачных решений тут у нас парящая подсветка можно лежать в ванне и в глаза тебе ничего не будет светить вот эти четыре акцентных светильника они в зоне где ты моешься бреешься и чистишься лежащему в ванне человеку они совсем не мешают песницу получилось отделать невероятно бюджетно на ступенях ламинат а на стене ковролин его мохнатка позволяет скрыть неровности резки паркета при этом он смотрится эффектно алиса включи свет на лестнице этот плинтус и внешние края ступеней оформлены с помощью оверлока даже если присмотреться вы не заметите шов или он стыкуется с основной массой ковролина за счет этого получилось бюджетно и эффектно реализовать такой достаточно сложный лестничный узел отдельное спасибо денису из смоленска который взялся за эти совсем не простые лестничные ограждения денис если ты смотришь пиши комментарии этаже еще две комнаты тут все просто это детская а тут мастер спальня алиса включи подсветку в спальне под лестнице не пустует тут мы устроили кладовку достаточно вместительную потому что мы немножко отхватили от детской чтобы поместились полноценные стеллажи покажу небольшую но очень важную часть этого дома для ускорения покажу все в действии берете дрова затапливаете печь любуйтесь на огонь ждете пару часов заходите сюда включаете свет надеваете шапочку заходите в парную наливаете сюда воду это обычная дровяная каменка вы не видите камни но они тут есть так даже эффективнее пар получается мелкодисперсный вот этой направляющей вы регулируете куда течет вода наслаждаетесь паром лежа на травяном матрасе потом вы выходите в предбанник окно тут конечно же открыто вы вдыхаете свежий воздух заходите сюда обмываетесь заодно можно и обстираться это котельная я вдаваться в подробности не буду алиса выключить дерево алиса включи верхний свет на фасаде умный дом это комфорт управление голосом великий комфорт освещение музыка безопасность климат это то что можно подключить к интеллектуальной системе и не отвлекаться на рутину это как будто у вас дома появились слуги на сегодняшний день я имею опыт работы с тремя системами умного дома HDL питерские ребята и умный дом построенные на китайских гаджетах конкретно в этом проекте вы видели именно вариант на китайских гаджетах если тема умного дома интересно напишите в комментариях я сделаю отдельное подробное видео или пост венсте общий бюджет этого дома с забором интерьером деревьями аксессуарами умным домом с алисой всеми работами доставками мебелью дровами это примерно стоимость однушки в московском бизнес-классе с учетом скидок весной двадцать третьего года но я прощаюсь и жду вас в комментариях до свидания теперь резюме по дому чтобы все было четко по полочкам понятно фундамент у шипе хороший энергоэффективный фундамент как теплоаккумулятор стены газоблок 40 сантиметров толщиной и дополнительное утепление 15 сантиметров каменной ваты и самодельная система вентфасада утепление крыши перекрестная 30 сантиметров общей сложности таким образом дом отлично держит тепло когда на улице минус 10 можно на сутки выключить полностью отопление и дом потеряет максимум 2 градуса а летом такой дом не перегревается на солнце и кондиционер понадобится только для чила а именно необходимости в нем не будет планировка максимально собранная эффективная при общей площади 135 квадратных метров тут четыре жилых комнаты изолированных кухня гостиная два санузла кладовка парная предбанник и котельная пару слов об этой котельной это электрический 15 киловаттный котел почти всю зиму работу в режиме четыре с половиной киловатта иногда включали 7 когда нужно было резко нагреть вот этот большой бойлер когда тут были гости все принимали душ в дом заходит холодная вода через этот счетчик счетчик просто для любопытства чтобы считать кубометры она идет магистраль это фильтр она распределяется по гребенке холодного отопления горячая вода нагревается более косвенного нагрева соответственно идет в свой горячий контур котел достаточно умный можно выставить температуру у него есть пять датчиков на улице в комнатах в бойлере и он именем имени манипулирует и управляет сам по себе все включает и отключает если вам интересно эту тематику развить поподробнее напишите в комментариях я позову хорошего опытного сантехника и мы на примере какой-нибудь грандиозной котельной можем все темы раскрыть поподробнее